МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Тело без вести пропавшего вблизи Харуты на востоке округа в ходе поисково-спасательных работ обнаружено в 5 километрах от последнего места его пребывания. Депутаты поддержали законодательную инициативу о расширении перечной резидентов Арктической зоны Российской Федерации. На Ринмаре состоялась очередная сессия регионального парламента. Наземное транспортное сообщение с поселком Красное восстанавливается. Начались работы по монтажу моста через реку Куя. В Наринмаре состоялась очередная сессия собраний депутатов Ниньского автономного округа. В числе прочих вопросов, рассмотренных на сессии, депутаты приняли закон об исполнении окружного бюджета за 2020 год. Законопроект был подробно рассмотрен 15 мая на публичных слушаниях и в собрании депутатов на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко в своем докладе отметила, что прошедший 2020 год оказался одним из самых тяжелых для экономики Ниньского автономного округа. Выпадение доходов казны достигло порядка 28% по сравнению с 2019 годом. Основные причины падения цен на нефть – пандемия коронавируса, затронувшая почти все отрасли экономики. Тем не менее, благодаря совместной работе исполнительной и законодательной властей выполнены основные расходные обязательства и сохранена социальная направленность окружного бюджета. В 2020 году доходы составили около 22 миллиардов рублей, расходы – более 23 миллиардов. Дефицит составил около полутора миллиардов рублей. Контрольно-счетная палата Ниньского автономного округа провела соответствующую проверку исполнения бюджета. Проверка показала, что отчеты соответствуют восстановленным требованиям, полнота и достоверность отчетности обеспечены. В целом, бюджет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 21 миллиард 927 миллион рублей. Наблюдается отрицательная динамика по доходам. По сравнению с 2019 годом доходы окружного бюджета в целом уменьшились. 2020 год был ковидный, сложный. В финансовом плане были значительно выпадающие доходы. И я даже проведу здесь аналогию с 2016 годом, чтобы было понятно. В 2016 году у нас была серьезная кредиторская задолженность – порядка 300 миллионов рублей. То есть у нас останавливались стройки, у нас инвестиционные проекты были весьма напряжены с исполнением. И даже у нас были проблемные вопросы с выплатой заработной платы, что удалось избежать. Поэтому вот эти уроки были учтены в том плане, что, как уже Татьяна Павловна отметила в своем докладе, была оказана помощь федеральным центрам в сумме 1,9 миллиарда рублей для выравнивания бюджетной обеспеченности нашего субъекта. Это важно. Работа с федерацией, о чем я постоянно говорю, я считаю, что это важное направление в работе. Также на сессии депутаты приняли законодательную инициативу о включении в число резидентов Арктической зоны, Российской Федерации, Организации потребкоопераций и общины КМНС. В соответствии с федеральным законом о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне, резидентами могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Вместе с тем, важную роль в реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне играют социально значимые потребительские кооперации и общины коренных мальчисленных народов Севера. Потребительская кооперация обеспечивает продовольственную безопасность в Арктической зоне, а также обеспечивает рабочие места. Общины коренных мальчисленных народов развивают и дальше сохраняют традиционные виды деятельности. Далее указанный проект федерального закона будет направлен в Государственную Думу, представить который предложено депутату Госдумы Сергею Коткину. На сессии регионального парламента в первом чтении также были приняты изменения в окружной закон, о молодежной политике. Изменения в закон о молодежной политике вносятся в связи с тем, что в декабре был принят федеральный закон. Закон наш региональный принят в первом чтении, между первым и вторым будем прорабатывать. Значительная часть изменений уже внесена, на комиссии и комитете это обсуждалось. Но есть еще незакрытые вопросы, и депутаты разных фракций высказали свое мнение, будем их обсуждать. В принятом федеральном законе закреплены основные понятия. Так, молодежью или молодыми гражданами является социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Также впервые вводится понятие «молодая семья», «молодежное общественное объединение», «специалист по работе с молодежью» и «молодой специалист», «самореализация молодежи». Уточняются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, а также функционал государственных учреждений по работе с молодежью и требования к информационному обеспечению молодежной политики. В Ниньском округе произошло первое в этом сезоне происшествие на воде. Корреспонденту нашего телеканала стали известны подробности поисково-спасательных работ без вести пропавшего. Тему продолжит Василий Хатанзейский. Напомню, первый в этом сезоне случай без вести пропавшего человека на воде произошёл вблизи посёлка Харута на востоке округа. Звонок поступил 16 мая в 17.30 от местного жителя о том, что ими было обнаружено 135 километров вверх по реке Хасида. Вещи, ну, спасательные жилеты. Обстоятельства инцидента расследуют на месте участковый инспектор. Также проводились поисково-спасательные работы. Глава муниципального образования своими силами и силами местных жителей проводит поисково-спасательные мероприятия. Выехали на маломерных судах, тралят дно на месте аварии, человека ищут. Стало известно местонахождение пропавшего жителя посёлка Харуты. Он погиб. В 21 час, в 9 часов вечера, позвонили с поисково-спасательной группы, которая производила работу по поиску человека, и сообщили, что он обнаружен примерно в 5 километрах ниже от места происшествия. Управление МЧС России по НАО советует придерживаться сроков, разрешающих навигационный период для маломерных судов в соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого округа. А теперь хорошая новость для жителей посёлка Красное. Сезонная изоляция завершилась. Утром 20 мая рабочие на Ринмар-Доримстроя приступили к монтажу моста через реку Куя. Предварительные работы по отсыпке самой дороги были проведены накануне. Полная установка моста займёт два дня. Сейчас задействованы на семь единиц техники, семь человек личного состава. Работу планируем завершить. Сегодня часа может быть к девяти-десяти вечера. Завтра будут устанавливаться перильные ограждения на само мостовое сооружение, и в понедельник будет устанавливаться уже барьерные ограждения непосредственно к мостовой, к зоне подхода моста. Напомню, мост через Куя демонтируют ежегодно на период ледохода и половодия до спада уровней воды на реке. Он обеспечивает транспортное сообщение между Наринмаром и посёлком Красное. В этом году мост был снят 24 апреля. Разрушенные постройки в одном из дворов Наринмара уже на протяжении нескольких лет серьёзно беспокоят жильцов дома по улице Первомайской. Управляющая компания снести их не может. И если собственники объектов не найдутся, то их судьбу решит муниципальный контроль города. С этой проблемой к нам обратился один из жителей. Александра Литкова расскажет подробнее. Эти разрушенные строения на протяжении нескольких лет становятся местом сбора молодёжи. Жильцы соседнего дома не на шутку волнуются. Такие встречи ничем хорошим закончиться не могут. Собираются девчонки, парни, пьют, курят, костры, наверное, разжигают. Тут недолго загореться-то всему. Юрий Безумов говорит, что уже не раз обращался в управляющую компанию для того, чтобы строение снесли и вывезли мусор. Впрочем, это не входит в их полномочия. В соответствии с законодательством управляющая компания выполняет определённые виды услуг, перечисленные в постановлении правительства. Снос каких-то зданий, сооружений или ещё чего-то, находящегося на земельном участке, вообще в принципе не входит в полномочия управляющей компании. Люди за это денежные средства не платят. С учётом действующих норм жилищного и гражданского кодекса за вот такие вещи отвечают сами собственники. Собственники, как рассказал Юрий Безумов, давно уехали, а квартиры сдали. Ну, раньше-то сарай были нормальные. В них держали что-то все жильцы. А потом вот начали разбирать. Все жильцы сами разъехались. У нас в основном сейчас съёмные квартиры-то получаются. Стоит отметить, что управляющая компания осенью прошлого года после очередного обращения жильцов всё же предпринимала попытку снести строение. При этом на территории не одно строение, а несколько. Теоретически подразумевалось, что мы можем, в принципе, выполнить эту работу. Но, во-первых, в связи с пандемией мы не смогли получить паспорт на вывоз вот этого строительного мусора. Для его размещения на полигоне нужен соответствующий, естественно, паспорт. Во-вторых, пришла зима. Ну, а в-третьих, при просчёте выполнения этих работ выходит достаточно большая сумма. Там реально достаточно большая сумма, которую управляющая компания, в принципе... Ну, то есть нам либо за свой счёт выполнять, либо, ну, как-то вот... Если бы цена вопроса была небольшая, мы бы выполнили. Цена вопроса достаточно большая. Жильцам дома по улице Первомайской остаётся надеяться, что хозяева разрушенных строений найдутся и сами их снесут. Либо это может сделать отдел муниципального контроля Наринмара. Муниципалитет, в принципе, имеет полное право снести или обязательно, вернее, они должны обратиться в суд для того, чтобы обязать... ну, получить разрешение на снос. Но в этом случае, в любом случае, муниципалитет будет выставить счёт собственникам. То есть собственники в любом случае должны будут заплатить за снос этого строения. Оно незаконное. Оно нигде не зарегистрировано. На сегодняшний день на территории Наринмара находится более 400 объектов, которые, возможно, являются безхозяйными. Сюда входит и различный транспорт, и постройки. Рейды по их выявлению проводятся отделом муниципального контроля администрации Наринмара ежедневно. Вообще на территории города действует положение о порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов, расположенных на территории города. В рамках данного положения отдела муниципального контроля проводятся мероприятия по выявлению таких объектов. Соответственно, размещается объявление, и информация размещается на сайте города с целью установления собственника. В случае установления собственника ему выдается предложение о добровольном сносе. Судьбу объектов, хозяева которых не нашлись, рассматривает рабочая группа. Они признаются безхозяйными, оформляются в собственность муниципалитета и подлежат перемещению. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Единый государственный экзамен – это итоговая проверка знаний выпускников средних школ. От набранных баллов напрямую зависит их будущее и поступление в высшие учебные заведения. Именно поэтому ребята волнуются и переживают. О том, что делать, если вас охватила паника перед экзаменом, и как подготовить ребенка к этому испытанию, расскажет Елизавета Кабанова. 11 лет обучения в школе подходят к концу. Александре Каневой осталось преодолеть последний этап. Первый выпускной экзамен для нее пройдет уже 31 мая. Девушка решила поступать в медицинский вуз, поэтому сдавать ей нужно биологию, химию и русский язык. Для подготовки к экзамену она решила отправиться в библиотеку. Да, конечно, волнуюсь, потому что, во-первых, очень волнительно из-за того, что сама атмосфера будет на экзамене достаточно напряженная. А также волнуюсь, потому что от этого зависит, ну, по крайней мере, ближайший год. Побеседовав социальным педагогом из центра ДАР, мы узнали, что дети подвергаются большому стрессу именно из-за мыслей о будущем. Поэтому поддержка родителей действительно очень важна. Безусловно, здесь нужна поддержка родителей, законных представителей, непосредственно на ребенку. В школе это оказывают педагоги, психологи, а дома это должны оказывать родители. Ни в коем случае здесь, конечно, не стоит ругать ребенка, как-то наседать на него. Нужно следить за режимом работы и отдыха, не забывать о приемах пищи. Если выпускник испытывает сильный стресс, физическая нагрузка поможет его снизить. Также можно попробовать йогу, медитацию или прослушивание релаксирующей музыки. Сейчас у детей есть доступ к интернету, и психологические темы их интересуют. Поэтому для Александры подобная информация не была в новинку. Я особо нет, просто стараюсь не перегружаться, потому что, если много перегружаться, последует выгорание и не хочется делать ничего уже. Стараюсь делать смену деятельности, то есть не заниматься целый день одним и тем же. А, например, пройти прогуляться, сходить в бассейн или хотя бы менять биологию, химию, русский, чтобы сменить деятельность. Но что же делать, если вас охватила паника прямо на экзамене? Психологи рекомендуют использовать методы самовнушения. Говорить, что все будет хорошо, я много готовился или я обязательно сдам этот экзамен. Когда вы сидите на экзамене, тогда можно сделать релаксирующие упражнения, чтобы снять мышечное напряжение, эмоциональное напряжение, помассировать, например, руки, ноги, шею и сделать дыхательные упражнения. Можно использовать прием визуализации, то есть представить, в каком месте вам, например, было хорошо, детализировать вот этот момент, вот эту ситуацию, может быть, какие-то действия, да, и тогда это поможет справиться с стрессом, да, с неким волнением, с тревогой. Негативный эмоциональный настрой родителей легко передается ребенку и выливается в чувство тревоги. Именно поэтому важно обсудить с выпускником все варианты, которые могут произойти, и дать понять, что все будет в порядке при любом исходе. Я думаю, я или пойду в УСПА проще, или я пойду в колледж, или пропущу год, буду сдавать еще раз, но я не знаю, я буду думать уже по ситуации. Телеканал «Север» желает выпускникам удачи на экзаменах. ЕГЭ – очень волнительное испытание, но жизнь на этом не заканчивается. Если есть знания и спокойствие, все обязательно получится. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ниньском округе завершился трехдневный межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика» с участием специалистов из Архангельска. Речь шла о реализации программы оздоровления детей Крайнего Севера. Форум прошел при поддержке компании «Лукойл». Программа форума «Здоровые дети. Здоровая Арктика» рассчитана на три дня и включает встречи родителей с врачами, мастер-классы, лекции и научно-практическую конференцию для медработников. Идея проведения форума принадлежит Алексею Каневу, руководителю Совета отцов Ниньицкого автономного округа, куратор проекта, депутат регионального парламента Наталья Кордакова. Непосредственно мы обратились к губернатору, и губернатор поддержал нашу идею. Сегодня проводится такой форум. И очень хорошо, что он получается у нас межрегиональный, потому что приехали доктора с Архангельска, доктора – это кандидаты медицинских наук. Затем очень правильное решение, что мы сегодня подключаем сельские населенные пункты. У нас подключаются Неспеша, Ума, Индика, Харута, Харивер, Кара, Караталька, Великовисочные. По окончании форума будет принята резолюция, которая будет обязательна для исполнения органами власти. От здоровья детей зависит не только их физическое состояние, но и нравственное воспитание, успехи и достижения в будущем. Каждый из нас хотел бы, чтобы наши дети были творческими, одаренными, чтобы они были крепкими физически и спортивными. Но самое главное, мы хотели бы, чтобы наши дети были здоровыми. В ходе научно-практической конференции обсудили факторы, влияющие на здоровье детей. Какие факторы существуют? Их очень много. Но первое, наверное, это холодная страна, вся Россия. Она обращена своим фасадом картики. Среднегодовые температуры холодные, они достаточно низкие. И вот холод является визитной карточкой в топе всех факторов, формирующих здоровье. Что уж говорить об арктической зоне с ее неблагоприятными климатическими условиями. Полярными днями и ночами. Нехватка кислорода и витаминов. Все эти условия влияют на состояние здоровья, безусловно. Это крайний север европейской части России. В воде 85% низко-турного округа располагается в северне полярного круга. Это обуславливает то, что здесь находится суп-арктический тип климата. Северо-восточная часть округа вообще находится в арктическом климате. Это, безусловно, от низкой температуры, большой перепад температуры от минус 45 до плюс 30 лет. Часто смена воздушных масок, причина постоянной изменчивости погоды, например, завтра обещают 27, после завтра уже 8. Фотопериодизм, полярная ночь, полярный день – все это, безусловно, оказывает влияние на состояние здоровья детей, на организм, на иммунитет. По данным Департамента здравоохранения, на первом месте заболеваний среди школьников – заболевания дыхательной системы, на втором – костно-мышечной, на третьем – заболевания глаз, на четвертом – систему пищеварения. Педиатрическая служба в округе укомплектована врачами почти на 97%. Правда, среди докторов отмечают в профильном ведомстве большой процент совместительства. Получить высокотехнологичную помощь дети из округа имеют возможность в клиниках Архангельска, а также в других регионах за счет средств окружного бюджета. В рамках форума для жителей округа прошли консультации детского кардиолога, аллерголога-иммунолога, детского андокринолога и диетолога. Кроме того, специалисты из Архангельска провели для медицинских работников мастер-классы по различным направлениям. По результатам научно-практической конференции была принята резолюция, которая ляжет в основу дальнейшей деятельности органов власти и сферы здравоохранения, выздоровления юных жителей Крайнего Севера. Василий Хатандейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...